Задолженность по зарплате в Чувашии составила больше 100 миллионов рублей. В числе злостных неплательщиков 20 организаций республики. Почти 2500 человек недополучают зарплату. Сегодня ситуацию обсудили в Доме правительства. 87% долгов по зарплате в республике приходится на чебоксарские предприятия. Причем есть они не только у представителей малого и среднего бизнеса. Самая большая задолженность у крупных организаций. С наиболее проблемными организациями в части несвоевременной заработной платы в настоящее время являются ГУП Чувашской республики Чувашавтотранс, Минтранса Чувашии, организации банкроты ООО Чувашавтодор и ООО Чебоксарской типографии номер один. На сегодня задолженность Чувашавтодора составляет более 50 миллионов рублей. Это почти половина от всех долгов по зарплате в республике. Работает с убытками и Чувашавтотранс. Но его директор прогнозирует, уже к концу года предприятие должно выйти в плюс и зарплаты сотрудникам будут выплачивать своевременно. В январе убытки предприятия составляют 21,4 миллиона рублей. Июль месяц закрыли мы с убытками 4,6 миллиона. Июль уже сейчас закрываем 3,3 миллиона. Я надеюсь, к концу года предприятие будет работать даже с плюсом. В сентябре мы уже начинаем планировать заработную плату день в день. 15-го числа заработная плата, 30-го числа аванс. В государственной инспекции труда отмечают, сотрудники предприятий-должников не всегда жалуются на задержки с выплатой зарплаты из-за страха перед работодателями. На многих предприятиях отсутствуют профсоюзные организации. Эффективными оказались регулярные проверки, которые проводит госинспекция Чувашия. В течение 7 месяцев текущего года по результатам проведенных госинспекторами труда проверок незаконно задержанной заработной платы выплачено более 11 700 работникам в сумме 385 миллионов рублей, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ликвидация долгов по зарплате – одна из приоритетных задач для республиканских властей, подчеркнул Михаил Игнатьев. Подобные заседания специальной комиссии будут проводиться регулярно с приглашением руководителей предприятий-должников. Анастасия Евгеньева, Михаил Солин, Вести, Чебоксара.